здравствуйте друзья с вами юлия цепельняк и сегодня мы продолжим тему работы поговорим про резюме и про собеседование родно биография или cv cv это резюме и что нам нужно в резюме основные личные подации основные личные данные такие как ваше имя и презиме ваше имя и фамилия адреса адрес имейл адреса имейл датум и место рождения дата и место рождения ну иногда еще породичность они тоже требуют это семейное положение следующий обязательный пункт это образование образование и может быть додатно образование дополнительное образование квалификации после этого самый важный пункт это подации о профессиональном ангажману односно родное искусство данные о профессиональном опыте или просто опыт работы тут вы указываете ну и после этого могут идти остальные вести не прочие навыки такие как познавание рада на рачунару умение работать с компьютером и там какой-то список программ и познавание стран их языка знания иностранных языков ну например еще возочка дозвола водительское удостоверение и вот вы составили эту бумажку с ней вы ищите по слове или огласе по слове то есть вакансии огласе объявления когда вы читаете это объявление много интересного можно увидеть в том что пишут работодатели что обычно из чего состоят эти объявления это может выглядеть как задачи роднок место задачи этого этой вакансии что вы будете делать или потребной квалификации необходимые квалификации или отговорности сфера ответственности ну там может быть разный список зависимости от профессии в описании вакансии вы можете встретить следующие термины опись посла описание работы то что вам нужно делать также там должен быть параграф ну димо то есть предлагаем что они вам дают замен на то что вы так себя им отдаете и условий да какие-то условия которые предлагают друзья в этом месяце у нас начинается новый курс сербских диалогах которые созданы для начинающих для тех кто немного знает умеет писать читать и хочет заниматься именно разговорными фразами этот курс поможет вам сразу влиться сербскую среду потому что это просто концентрация полезных фраз и выражений и при этом мы немного в игровой форме такой простенько изучаем грамматику здесь у нас не будет ни каких-то pdf окни вордов никаких-то сидений за столом вы просто берете свой телефон и все изучайте на удобных платформах которые помогают вам запоминать слова и грамматику жду вас о том как присоединиться написано под этим видео до встречи еще часто есть такой раздел как профил кандидата то есть то как они видят вас как кандидата ваш профиль и там всякие разные красивые слова могут быть например коммуникативные и динамичные коммуникативные динамичные отговорные и поузданные ответственные и надежные успешный у решаванию проблема успешные в решении проблем ну и так далее а дальше вы приходите на собеседование которое как мы помним называется разговор за посол и вы обмениваетесь взаимными вопросами что вы можете спросить работодателям если это работа который вы пришли просто вот так вот случайно можете у них просто спросить кое позиции иматы какие у вас есть вакансии или кое ратницы сетражи какие требуются вам работники что сетражи от кандидата что требуется от соискателей дальше можете спросить кое цибите мое задушение какие будут мои обязанности кое су условии какие условия кое су условий за годышний одмор какие условия отпуска можете задать какой-нибудь хитрый вопрос например за что я мой предходник напустил о радном место почему тот кто был до меня покинул это рабочее место или колико чебите плата сколько будет зарплата но работодатель он тоже не лыгом шит он тоже знает как задать множество интересных вопросов и вы можете встретиться с такими вопросами например как наведите нам некие от ваших предходных успеха на предходном радном месту приведите нам пример несколько ваших успехов предыдущих на предыдущем радном рабочем месте за что вам все допада позиция на кою се приявлю это почему вам нравится та должность на которую вы падаете заявку за что сте одобрали да се бавите овим послом почему вы решили заниматься этой работой что знаете о нашем предузечу что вы знаете о нашем предприятии за что би требовало да вас запуслимо зачем мы должны вас принять на рапоту радите ли радие самостально или као део тима вы работаете больше самостоятельно или как часть команды или као реагуете у стрессным ситуациям а как вы реагируете в стрессовых ситуациях ну и так далее поток этих вопросов не исчерпаем я думаю расскажите искали ли вы работу в сербии или в черногории значит это достаточно сложно может у вас есть какой-то опыт какие вопросы вам задавали на собеседованиях и может быть какие-то интересные случаи жду вас комментариях